Жень, я скажу честно, желание сделать с вами интервью возникло достаточно давно, года полтора назад. Не было, как говорится, площадки, проекта, где это интервью можно было сделать, но чисто гипотетически рассматривалась возможность, как заявить человека. На тот момент вы, как я узнал с фейсбука, работали курьером, но думаю, для интервью курьер как-то, ну не герой, но как-то вот говорить о человеке. Фильмы снимали целые про это. Но тем не менее, у меня такой вопрос возник, а потом я сам себя отдернул. Человек, у которого 37 тысяч подписчиков в фейсбуке, он, наверное, заслуживает просто того, чтобы сказать Евгений Левкович. Не знаю, наверное. Мне удивительно, что у меня берут интервью. Ну вот я хотел просто спросить вас насчет вот этого количества подписчиков. Вас вдохновляет такое количество людей, которые готовы читать каждую строчку написанную? Нет, ну во-первых, 37 тысяч подписчиков не читают каждую строчку. Нужно понимать, что эти люди там могли подписаться по какому-нибудь поводу определенному. Но реально из них меня читают, ну может быть, там несколько тысяч человек. В смысле, которые вот читают и ждут, когда я что-нибудь ляпну. Если говорить вообще про какую-либо аудиторию, мне нравится, когда аудитория меньше, но она, как это принято называть ужасным словом, качественная. Вот. Это приятнее, чем, я не знаю, какие-нибудь там миллионы подписчиков в Инстаграме у людей, которые там выкладывают еду. Вообще очень здорово, что появился интернет, появился Facebook, появился YouTube. Это очень здорово, потому что да, действительно, ну в общем, когда я, например, там начинал работать журналистом, 40 тысяч, это был очень приличный тираж, прям очень приличный тираж. Вот. Поэтому да, что есть возможность ни от кого не зависеть, ни на кого, ни перед кем не выслуживаться, иметь какую-то аудиторию, это здорово. Я просто бесконечно благодарен своей аудитории, которая там помогает там бездомным собакам, когда я прошу, или там людям, которые нуждаются в помощи, да, или выходит на какие-то акции, когда я прошу. В смысле, когда я говорю, я вот считаю, что это важным, нужно что-то сделать, да, и какие-то люди это делают вместе со мной, но это точно не 40 тысяч. Для вас выбор профессии, это был такой безальтернативный? Вообще случайность полная, абсолютно. Я совершенно случайный и лишний человек в этой профессии. То есть я никогда не занимался и как профессией, я не профессионал, у меня нет ни образования, я никогда не учился, у меня нет высшего образования. В журналистике много людей без специального образования. Ну да, я понимаю, но, условно говоря, это вообще не мое, если так говорить. Это просто совершенно случайная история, вот абсолютно. Я был подростком, я очень любил группу Агата Кристи и очень хотел познакомиться с Глебом Самойловым. И, собственно, я просто притворился журналистом, обманув менеджмент группы Агаты Кристи, я притворился журналистом вечерней Москвы, просто чтобы с ним встретиться и просто поболтать и спросить вещи, которые меня лично интересовали. Вот мы встретились и подружились, вот, и мне стало просто стыдно, что я так обманул, потому что, в общем, ну, тогда группа Агаты Кристи была на взлете и популярная, и, в общем, время человек на меня потратил, и здоровье, потому что мы много пили в течение этого дня, вот, ну, и как бы надо было мне как-то просто... Выйти из этой некрасивой ситуации, я взял какой-то справочник, там просто стал обзванивать редакции на предмет того, что вот у меня есть разговор, и вот, может, опубликуете, ну, просто я совершенно ничего дальше не планировал, просто я хотел, чтобы этот некрасивый обман из него как-то выйти, вот. И все отреагировало одно издание, которое опубликовало это интервью, и дальше стало мне заказывать всякие интервью. Это был журнал, по-моему, если мне память не изменяет, он назывался «Журнал «Не спать». Это было такое издание, которое распространялось по ночным клубам Москвы, которых тогда было очень много. Я учился в университете Натальи Естеровой на платном, на факультете журналистики, но это не мое тоже, опять же, какое-то решение, а просто под давлением семьи, ну, под таким, под мягким давлением семьи, потому что я очень долго бездельничал, вот. Соответственно, просто меня вот куда-то, ну, чтобы просто запихнуть, чтобы я хоть, ну, хоть что-то вообще там из себя представлял, вот. Вот, а вообще я, ну, как бы музыкой интересовался, и до сих пор это главный мой интерес, наверное. И этот интерес вас привел в «Роллинг Стоун», да? Нет, тоже все случайно. Тоже случайно? Абсолютно. Так же случайно попали, так же сделали какое-то интервью и предложили журналу? Нет, нет, это я уже работал, просто мне позвонили. Открывался журнал, ну, видимо, меня читали, как бы, мне просто позвонили и предложили, все. Пожалуй, вот самое громкое – это вот интервью с Константином Эрнстом, да, наверное? Да, наверное, я, честно говоря, просто, ну, наверное, я не знаю, не следил. Опять же, совершенно случайное интервью, совершенно случайно так получилось. И мне бы точно не хотелось, чтобы это единственное, чем я запомнился людям. У вас проблем никаких не возникло? Убить меня, что ли, или что ли, по голове дать? Угрозы. Да ну смешно вопрос, кому я нужен? Ну смешно. Но если вы так рассуждаете, то вас, наверное, могла сама мысль остановить, ну, кто я такой, выносить это в блок, информацию о том, что кого-то Эрнст обвиняет в убийстве Листьева. Ну, он же может отказаться от этого, тем более, что это не под диктофон было записано. Ну и что? Ну, это был порыв такой просто? Нет, по сути, что-нибудь порыв. Нет, это не было порывом. Убийство Владислава Листьева было таким моментом важным в моей жизни, наверное. Один из моментов, который привел меня в то место, в котором я оказался. То есть это было для меня шоком абсолютно. Я был на похоронах его, хотя мне было совсем мало лет. Вот. Поэтому, ну, это такая как бы история для меня важная. Это интервью и этот кусок я пытался опубликовать в очень многих местах. Для вас была полная неожиданность то, что будет такой скандал? Или вы рассчитывали на этот результат? Нет, не рассчитывал абсолютно. Мне до сих пор кажется, что никого-то особого скандала-то и не было. Честно, абсолютно. Ваше впечатление о Константине Эрнсте, оно было полностью выражено в этом интервью? Или все-таки осталось то, чего вам не удалось донести до читателя? Ну, я никакое отношение не планировал донести. Я задавал вопросы, которые меня интересуют. Я считаю Константина Эрнста, ну, просто преступником. Какие-то вещи мне было интересно у него узнать. Преступником не в юридическом смысле, хотя, наверное, и в юридическом, наверное, тоже. Вот. А в человеческом. Я считаю, что он на посту гендиректора Первого канала просто совершает преступление перед человечеством. Ни много, ни мало. Вот. Но, конечно, мне было интересно просто задать ему какие-то прямые вопросы. В частности, и про Листьева. Мне самому было интересно. Мне интересно знать, кто убил Владислава Листьева. Люди, которые его знают близко, вообще думают, что я все придумал. Потому что я так понимаю, что ему вообще не свойственно болтать. Почему он разболтался в этот вечер? Ну, может, ему скучно было. Может, пришли молодые мальчики. Он, может быть, как-то хотел, не знаю, повыпендриваться. Скучно же. В кабинете все время человек сидит там, работает он, я так понимаю, очень много. И, в общем, все это довольно скучно и однообразно. Вот. Ну, может, вот так вот разболтался. У вас было еще интервью с Познером. Вам интересен он был? Мне интересовали вопросы те же самые. Вопросы цензуры. Как он с этим справляется. Как он с этим живет. Как он с этим живет. Ну, да. Как эти люди вообще, в принципе, могут быть интересны, как люди? Они что такого делают? Вот что они такого делают, чтобы они были интересны? Народ наебывают. Как бы, ну, что интересно? Интересны люди, которые, не знаю, там, лекарства от рака ищут, придумывают. Интересны какие-нибудь великие писатели, там, еще что-то. А эти-то, ну, как бы, что? Кто-нибудь вам был интересен вот в тот момент, именно не с точки зрения вот такой вот острой политической проблематики, а просто как человек? Или на тот момент уже заслонило все, вот именно все, что связано с политикой? Ну, наверное, заслонило все, что связано с политикой. Но сейчас, вот, например, я не знаю, если бы я вернулся к работе непосредственно журналистом, наверное, единственный человек, с которым бы я действительно хотел бы поговорить, это Михаил Жванецкий. Опять же, просто задать вопросы, которые вот лично меня интересуют. В частности, например, меня всегда интересовало, как творческий человек, который настолько откровенен, да, он вроде как юморист, да, но на самом деле во всех своих произведениях он максимально откровенен, например, по части взаимоотношений с женщинами, допустим. Вот меня очень интересует вопрос, как его жена, не сегодняшняя, там, у него, по-моему, там несколько же он был, ну, вообще не обязательно жена, человек, с которым он живет, женщина. Вот как он с ней взаимодействует, когда, например, пишет какие-то вещи об очевидно другой женщине? И это понятно. Вот мне интересует этот вопрос. До какой степени творческий человек может быть в творчестве свободен, чтобы не обидеть другого? Вот как с этим справляются? Как с этим люди справляются? Думает ли он вообще об этом? Когда он что-то пишет, он думает, что, например, там, своей женщине может сделать больно, например. Или она декабристка, или, наоборот, настолько близкий человек, что... Ну, в общем, вот такие вопросы мне очень хотелось бы ему задать. Помимо всего прочего, он просто последний, на мой взгляд, из ныне живущих, ну, просто гений, гений русской словесности. Он настоящий писатель, он, конечно, не юморист. Просто настоящий писатель. Большой, великий. А среди журналистов вам, у вас кто-нибудь вызывает сегодня интерес с точки зрения стиля и гражданской позиции? Нет. Ну, с точки зрения гражданской позиции, Илья Азар-Молочина. Я очень уважаю людей, которые не ограничиваются вот рамками какой-то профессиональной. Он гражданин. А что-нибудь работа в «Роллингстоуне» дала вам? В принципе, журналистика, единственное, что она дает, это возможность познакомиться с людьми, с которыми ты, конечно, не мог бы познакомиться в обычной жизни. Не так много людей, с которыми мне хотелось познакомиться, но с рядом людей, да, я бы, конечно, не будучи журналистом, я бы никак с ними не пересекся. Вот, какие-то люди даже стали друзьями, близкими для меня людьми. Ну, вот да, в этом смысле, да. Вот это единственное, что дало. Ну, и зарплату, на которую можно было. А кто для вас стал друзьями? Кто из ваших героев? Ну, вот Глеб. Вчера я, например, провел тяжелый очень вечер, как, возможно, по мне видно, в компании режиссера Николая Хамерихи, с которым я познакомился благодаря работе журналистом. Я очень хотел с ним познакомиться. Вот мы, ну, так уж не сказать, что мы друзья прямо, но общаемся. И я очень рад этому, что мы с ним знакомы. Замечательный человек и замечательный режиссер. Последующие места работы после «Роллинг Стоун», они были лучше или хуже? Мне давали там полную свободу. Ни в одном больше месте мне такой свободы не давали. И свободу, начиная от того, что я, в общем, на работу-то особо не ходил. Ну, и просто главный редактор «Роллинг Стоун» Саша Кундуков, который дольше всех там был главным редактором, он близкий мой друг, близкий мне человек. И у нас не было, мне не надо было ничего продавливать в журнал. То есть все, что я хотел, я делал. Интервью с террористом – пожалуйста. Интервью с экстремистом – пожалуйста. Не знаю, там, материал про какую-нибудь, я не знаю, там, свару, про которую вообще никто никогда в жизни не прочитает, я приносил и Саша ставил. Такой свободы у меня, конечно, больше не было нигде. Были какие-то там неприятные моменты, но, конечно, ничего не сравнить с тем, что произошло после 2014 года. То есть после 2014 года была просто введена прямая цензура от издателя. Ну, просто прямая. Было сказано, что вот про это, про это, про это, про это мы больше писать не можем, потому что красные пришли. Это цитата, красные пришли. Это цитата издателя? Цитата издателя, да. Красные пришли, поэтому все, да, все. Ты будешь писать про елки 9. Вы в одной из публикаций писали о том, как вы пережили падение совка на уровне своих школьных впечатлений, эмоций, вспомнили своих друзей, которые там кто-то пришел со свастикой на шее, кто-то еще там что-то сделал. Вы в школе написали сочинение матом. Такое было? Ну, да, да. Я учился в совершенно бездарной, нелепой советской школе. Очень скучной. Где преподаватели, в общем и целом, отбывали номер. Хотелось как-то, да, взбудоражить. Ну, закончилось тем, что учительница заболела. Вот. Она очень ранимая была, и она была в таком шоке. Но мы с ней подружились потом очень. Она меня очень любит. И когда мы встречаемся, мы очень друг другу рады. А тема была сочинение какое-то произведение? По Маяковскому что-то? Что-то. А, нет. Нет. Горький. Горький на дне. Многие из тех, с кем вы учились и заканчивали школу, они к сегодняшнему дню пришли, сохранив такое вот желание и возможность как-то вот своеволие проявлять. Нет. То есть, среди этих людей мало тех, кто ходит на Сахарова? Почти никого. Вы с ними общались? Вы знаете их отношение к этим процессам? Ну, отношения разные. Я общаюсь с одноклассниками, с некоторыми до сих пор дружу. Ну, единомышленников, конечно, один человек. Там, собственно, со всего класса, который я, наверное, мог бы назвать, что мы с ним на одной волне. Ну, ничего страшного. Это при чем тут школа? Это как бы, в принципе, просто таков процент общества, в принципе, которому это нужно. Понятное дело, что митинг на 20 тысяч человек в 16-миллионной Москве, это даже не могу сосчитать процент этот мизерный. После Болотной площади, когда было заведено много дел на участников протестных акций, вы написали письмо в Следственный комитет, в котором заявили о том, что вы являетесь единственным участником протестов, или как это было сформулировано, массовая беспорядка. Сейчас бы вы это сделали, в принципе, сейчас, если такое сделать, можно, наверное, и пришить это к уголовному делу. Я об этом не думал. Тогда мне бы хотелось, чтобы это сделали все. Я думал, что каким-то, может быть, своим личным примером, очень важен же личный пример, потому что кто-то должен что-то сделать первым. Ну, в общем, все равно какая-то нелепость, конечно, была по итогам. Но сейчас просто об этом не думал. Сейчас я просто немножко в растерянности, в принципе, как я думаю, как все люди, ну, если это можно так сказать, моего склада. Ну, то есть мы просто в растерянности. Вообще непонятно, что делать. Вообще непонятно, как все это остановить. Я не знаю, например. Если бы я что-то придумал бы, я бы, конечно, немедленно бы это сделал, не задумываясь. Ну, просто я даже сейчас не могу себе представить, вот какую схему, лишь, лишь, просто не знаю. Но вы не готовы перейти к состоянию, в котором пребывает большинство российских граждан? От меня ничего не зависит. От меня действительно ничего не зависит. Ну, просто не знаю, что такое это состояние. Жизнь, которая не связана с политикой и, в конце концов, сами слова, политика не касается. Здесь это просто невозможно. Это надо тогда уехать. Уехать вообще из страны. Ну, я не могу просто. Даже если бы я хотел, сейчас, ну, я не могу уехать. Физично. Здесь родители уже престарелые. Не могу их бросить. Здесь невозможно закрыться от всего этого. Невозможно. Насколько я знаю, у вас брат уехал. Он айтишник? Был журналистом. Потом административным руководителем. На Fox News, если я не ошибаюсь. В общем, он работал на несколько западных. Еще живя здесь, он работал и для Reuters, или Reuters. Ну, и, в общем, до сих пор там занимается телевидением. Он не был русским человеком никогда. Вот в этом понимании, что там по березкам он никогда не страдал. Он работал в западных компаниях с раннего возраста. Английский знал, еще живя здесь, на уровне почти носителя языка. Никто не мог понять из американцев, что он русский. И здесь меньше вещей его держало, чем, допустим, меня держит. И поклонник русской музыки, и литературы, и культуры. Он всегда был такой, ну, западный, короче, он был всегда. В этом смысле. Когда ребенок родился, вот это стало для него уже серьезным мотивом. У меня-то нет детей, но если они у меня будут, я, наверное, тоже немножко по-другому начну смотреть на вопросы миграции. Потому что я-то ладно, а, конечно, если мы ответственные родители, то, конечно, детям не хочется пожелать того, что мы переживаем. Хочется нормальной жизни, безопасной, счастливой, свободной для них. Для вас аннексия Крыма стала неким водоразделом, после которого, после чего вы стали по-другому воспринимать события, людей? Нет, не стало, потому что я уже до этого все прекрасно понимал. Про эти условные 86% я всегда, все понятно, все понятно, в какой мы стране живем. И она другой не могла быть абсолютно. За такой короткий срок не могли произойти какие-то, какие-либо серьезные изменения в сознании людей, да? Меня как раз всегда удивляло вот эти условные 14%, о чем они думали в 99-м, когда поддерживали Путина. И это, ну, мы же как бы считаем их вроде как-то умнее, чем те 86%, да? Продвинуть их вроде, да? Ну, как-то так принято считать. А выясняется, что нет. Просто какие-то тупые, просто, блин. Ну, как это можно было? Ну, как вообще? Все, я был маленький, я вот был маленький, я просто на это лицо, вот по телевизору мне это лицо показали. Ну, все понятно. Ну, все понятно. Убийца, убийца, негодяй пришел. Просто все, все там, ну, как можно было совершенно искренне считать, что он там что-то... Ой, он изменился потом. И он вначале был такой это, а потом вот он изменился, что-то там какие-то советники у него не те, не тем окружением окружил. А так он на самом деле был демократ. Ну, полная хрень. Среди 14% вы, наверное, числите и, там, допустим, того же Удальцова, правильно? Который после аннексии Крыма стал большим крымношистом. Мы общались до того, как его посадили. Довольно, ну, много мы не дружили, как бы, но общались. И с ним, и с женой его. Поэтому, наверное, там, я не хочу просто за глаза говорить, если бы я с ним сейчас пообщался, я бы, наверное, задал бы ему какие-то вопросы. Почему, почему так произошло? Но, скорее, скорее, так все и было, опять же. Так все и было. Я думаю, что это, опять же, говорит о том, какие вот мы, мы недалекие. Что мы, на самом деле, вот не видим в человеке, что он на самом деле. Дело же, там не в Крым нашизме. Еще раз. Вот это, когда тоже говорят, там, Крым нашизм. Что это такое, как бы? Человек имеет право считать, что Крым русская земля. Да? Ну, вполне имеет. И аргументированно об этом можно спорить. И в этом ничего страшного нет. Там же вопрос не в Крым нашизме, а в том, что это операция ГБУХи. Из-за этого погибло десятки тысяч людей. Десятки уже. Потому что совершенно очевидно, что если бы не было Крыма, не было бы... Донбасса. Да. Абсолютно очевидно. И это преступление. Преступление перед Украиной. Если человек этого, как бы, не понимает, еще ладно. Но если человек это видит, а вряд ли удальцов этого не видит, потому что он находился внутри политической всей этой ситуации. Ну, может быть, не знаю, может, в тюрьме там что-то упустил. Не знаю, я с ним просто не общался с тех пор. Поэтому лучше, наверное, ему эти вопросы создавать. Вы сейчас ездите в Крым. Кому вы помогаете? Расскажите мне лучше. Ну, вот я там... В этот раз я... Там есть одна крымско-татарская семья, которые забрали мужа и отца и посадили. Ну, совершенно... Ну, понятно, опять же, что ни за что. И в Севастополе Илья Дудка – это сын посаженного крымского диверсанта, который там пол Севастополя должен был типа взорвать. 55-летний человек. Вы этих людей сами находили, не через знакомых, которые выходили на вас, а после своих сознательно искал? Я этих людей искал, сознательно искал, но тут... Ну, это все опять же сейчас так это все можно представить, что я какой-то там этот... Герой сопротивления. Нет, я люблю Крым. Я туда ездил каждый год. Я там провел лучшие годы юности. Ну, не годы, в смысле, да, лета. И я не могу без этого места, но, конечно же, испытываю ужасное моральное тяжело туда ездить, чтобы это оправдать хоть как-то для себя. Я помогаю тем, кто там в меньшинстве и посажен в тюрьму. События эти сильно повлияли на ваши отношения с друзьями, знакомыми? Многое оборвалось отношений? Мне повезло очень в этом смысле. Я себя окружил, или так получилось, я себя окружил внятными, понимающими людьми. Наверное, кроме отца, вот, ну, он давно ушел из семьи, и мы особо-то и не общались так уж. Но он все равно отец, я его люблю. Наверное, с ним у нас, да, совершенно разные взгляды. Ну, стараемся не обсуждать просто уже политику вообще, потому что понятно, что у нас совершенно разных странах. А в связи вот с переездом вы потеряли кого-то? Многие же ведь уехали в Украину, я имею в виду из друзей. Очень много уехали. Огромное количество. Они для вас потеряны, или вы общаетесь активно? Ну, как можно, конечно, потеряны. Ну, как уж общаться, ну, что, по телефону, по фейсбуку, ну, это же понятно, что это не то. Ну, как бы, с тем же там Маркаш и Бабченко мы дружили, ходили куда-то вместе. Конечно, сейчас это невозможно. Понятно дело, что потеряны, связь потеряны. Сильно их изменила вот эта миграция или нет? Не знаю. Но из того, что они пишут, вы можете судить как-то об этом? Мне кажется, что, конечно, Бабченко очень изменился в худшую сторону. Человеческое теряет на глазах. Ну, оправданно, в смысле, я имею в виду, что я понимаю прекрасно, почему, но мне больно от этого, за этим наблюдать. В смысле, он... Надеюсь, что и я для него, он для меня остается моим другом, безусловно. Нету такой вещи, которая, ну, наверное, может быть и есть, но надеюсь, что не будет такой вещи, чтобы я перестал от него относиться тепло как к другу, с которым мы провели много времени вместе. Ну, конечно, мне больно наблюдать. Это некоторым образом, конечно, надлом и распад личности, как когда человек... Ну, в общем, ладно, не будем. Я его очень люблю. Просто больно наблюдать. Есть ли что-то, что вы считаете, о чем можно говорить сегодня, кроме политики? И важно говорить? Не знаю. У меня музыка интересовала. Ну, важно о ней говорить? Да нет, наверное. Да нет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»